ребят привет я в милане и сегодня что мы делаем готовим мясо в мультиварочке так она у меня уже разморозилась разморозил есть еще и крабовые палочки их ложим в сторону мяско достаем так и сейчас мы его помоем промывать мясо будем в проточной воде хотя я когда его разрезал на куски замораживал да я его тоже промывал но лишний не будет как вы думаете какая часть это грудинка шея лопатка знатоки пишите в комментариях если вы разбираетесь я не разбираюсь поэтому просто беру мясо любое не готовлю его так окей этого достаточно промыли сейчас будем разрезать на кусочки так вот такой вот у меня нож смотрите специальный нож когда работаете с мясом должен быть у вас отлично наточен потому что но мясо должно прям резаться они вы должны его там давить выдавливать так вот смотрите беру режем такие кусочки сантиметра по три наверно вот гляньте идет давайте вам эту буду складывать чтобы все было видно как говорится без купюр два кусочка готова третий так еще немного масла нам понадобится собственному и приправу уже по вкусу какая нравится немного соли кстати да соль читайте состав приправы очень часто во многие приправы соль входит поэтому учитывайте что соли надо немного меньше добавлять чем обычно так ну вот такие куски это с одного куска у меня получилось сейчас режу 2 так тут костей не было тут вот и чувствую они 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 не вот он хрящ какой-то все-таки кость есть но мне на кости даже не знаю может это только кажется но когда мясо на кости но как бы вкуснее поэтому верно так себе в голове что-то придумал вот кстати вот мясо когда вы его достали из заморозки начали размораживать и лучше его режьте когда она еще немного такое под мороженое тогда у вас легче даже будет резать а тут у меня уже полностью она разморозилась и кусочки ну они живые играют поэтому не совсем ровные будут ну тем не менее все в любом случае в любом случае что получится вообще мясо и его невозможно испортить главное его не спалить не пережарить поэтому главное вовремя выключить там печку достать из духовки либо если на костре то снять с костра а так мясо как я говорю его невозможно испортить так готовить мы будем мультиварки вот достал я мультиварку вернее канистру эту от мультиварки давайте все мясо будем укладывать ну даже не укладывать сейчас мы его просто сюда покидаем вот покидали отлично так пришло время добавлять приправы буду использовать только приправу к шашлыку да там вы можете перец либо взять уже какую-то готовую смесь так ладно на вот такой объем мяса я вот столько соли кстати какой объем мяса не знаю да не взвесил он даже приблизительно поэтому все индивидуально на глаз делаем так подсолнечное масло аналогично сначала наливаем совсем чуть-чуть а когда мясо будет готовиться уже надо будет поглядывать саму кастрюлю там надо масло добавлять или нет потому что ну мясо там смотря сколько в нем процент жира возможно и и своего собственного хватит вот теперь посмотрите приправка у меня вот такая вот для мясо шашлыку вернее да тут уже сами понимаете кто как любит вот я вот таким одним слоем на крови это это наверное много теперь прям этой же рукой можно а хотя мне рука понадобится чистая ладно сейчас тогда воспользуемся вот этой ложечкой специальной от мультиварки до чтобы вот эта поверхность антипригарной чтобы я не повредить металлическим металлическими там ложками лопаточками нельзя пользоваться либо деревянную используйте либо вот эта специальная которая идет в комплекте так смотрите мясо тут до этого я делал тоже мясо мультиварки но аккуратно укладывал да там каждым слоем вот так будут перемешивать и в процессе готовки тоже наверное перемешивать буду раза три-четыре он там по ситуации вот это когда были у меня ребра на кости чтобы они здесь аккуратно поместились до их на было аккуратненько укладывать а тут чисто мясо без костей вот таким вот образом так приходим к нашей мультивар очки включая ее в розетку и загружаем так если вы помните я сначала сейчас собираюсь в общем открыть сначала че готовить с открытой крышкой да а потом когда уже она будет доходить тогда закрою включи там какой-то режим вот сейчас мы выбираем режим жарко или режим мяса давайте режим мяса выберем вот несет 1 вот это время да тут написано 13 минут через шесть минут я сюда подойду и все опять перемешаю так ребят прошло мне сколько 10 11 минут было 13 сейчас 2 показывает я решил у нас а теперь перемешать видим до кусочки которые нижняя часть подгорела ой подгорела прижарилась дал масло я добавлял вроде бы можно еще ну ладно добавлять не буду так сейчас мяско переложу желательно вот этим не прижаренной частью вниз так наверное масло надо больше ну хотя пароварка этаж она и предназначена чтобы мы уменьшили потребление вот этих жиров маслов поэтому поэтому не я масло добавлять не буду так запах просто отменный отменный так вот и звучит звуковой сигнал так и в принципе у нас готовка закончилась наверно когда я поставил на режим мяса там такое количество мяса не предполагалось давайте сейчас выключим включим режим жарко он идет получается пять минут и при этом у меня будет закрытая крышка то есть да я мясо перевернул она там прожарится вот та вторая сторона и так как она закрыта но и там еще и дополнительно термически обработается и после этого ляде какая у нас будет талия ладно давайте ждем еще пять минут так так ребят ну вот у меня все и готово о посмотрите как это вы запах вообще пьяный так сейчас мы все это достанем так кто любит по зажаристей можете оставить еще и вот здесь ну не этого достаточно так ой видите обстреляет о чем это говорит без понятия о чем это говорит о том что это надевайте защитную маску так тут да надо конечно подшкрибать немного так но у меня получилось оно вот такое ну ладно давайте снимем пробу какой вот этот кусочек я откушу сочная так ребят на этом все ставьте лайки подписывайтесь всем пока